Тема эфира «Опил как важнейший навык мастера». Самая, наверное, животрепещущая тема. Вы стали очень много в последнее время писать вопросов по поводу опила, постановки форм, моделирования, то есть вот такие вот какие-то базовые, базовые, наверное, понятия. Сегодня мы уделим внимание именно опилу, поговорим о том, почему он важен для мастера. Может, кто-то считает, что не важен. Сейчас напишите, пожалуйста, кто считает, что мастер, в принципе, мастер маникюра, неважно с каким стажем, неважно с каким прохождением количества каких курсов, должен ли уметь мастер пилить? То есть должен ли он иметь такой навык, как опил? Скажите, пожалуйста, как вы считаете, важен ли навык опила для мастера? Я, так как я мастер моделирующий, и я до мозга костей классик, я, конечно же, считаю 100%, что должен. Вот те девочки, которые только работают гирлаком, возможно, кто-то считает, что да, можно моделировать и без опила, и вообще все нормально. Главное, там, смоделировать ровно, все будет хорошо, все будет отлично. На самом деле, Маш, чуть-чуть потише сделаешь. На самом деле, на самом деле, навык опила – это один из важнейших навыков для мастера, любого. Как для мастера, который делает только гирлак, так и для мастера, который и делает гирлак, и моделирует, и наращивает, и так далее. Вот согласитесь. Почему? Вот смотрите, даже если вы делаете только гирлак, при этом вы не моделируете, и не наращиваете, и то я делаю гирлак, маникюр, педикюр. То есть мастера, которые не обладают навыком опила, они даже спилить поверхность, то есть снять искусственный материал или опилить поверхность, снять цвет, они не могут сделать этого аккуратно, потому что они не видят поверхности. То есть мастер, который не обладает навыком опила, он не видит плоскости ногтевой пластины, он не видит изгибов, он не видит поперечных, продольных арок. Вот обычно такие мастера, которые не обладают навыком опила, они перепиливают ногтевую пластину клиенту даже просто при шлифовке. Понимаете? То есть для них ногтевая пластина, она представляет такую ровную поверхность, они не видят вот этих арок поперечных, продольных, изгибов всех. То есть они этого не чувствуют. То есть чтобы стать грамотным мастером и работать с любыми системами грамотно, в первую очередь, ну это уже после архитектуры, естественно, и классификации гелевых систем, нужно научиться пилить. Нужно научиться пилить. Да, я могу делать без опила, просто проходить шлифовщиком, но я должна уметь, я должна знать поверхность ногтевой пластины, я должна знать архитектуру искусственного, идеального искусственного ногтя, я должна уметь пилить, естественно. И все-таки вот я, например, очень вижу, такие бывают, бывают, бывают. Я, например, очень вижу, когда гель-лаковые мастера моделируют без опила, и когда гель-лаковый мастер, но он обладает навыками опила, и он после выкладки материала где-то чуть-чуть выравнивает архитектуру. То есть это очень видно, это очень видно. Вот эти мастера, которые обладают навыками опила, они не просто знают, как там сверху повозюкать, а именно знают параллели, поперечные продольные изгибы, толщина торца, ребер жесткости, как должно быть и кутику, то есть вот эту обтекаемую, красивую, идеальную поверхность, это видно. И не надо пилить 350 часов, чтобы сделать идеальную архитектуру. Просто нужно знать вот эти все зоны, как правильно они должны выглядеть, как правильно их можно пилить там за 30 секунд буквально. И самые часто встречаемые проблемы у мастеров – это я не умею устанавливать форму, и я не умею пилить. То есть это вот максимально базовые понятия, не умею пилить, не знаю, как ставить форму. Это вот с этого нужно начинать. Классификация гелевых систем, биохимия акрилатов, архитектура искусственного ногтя идеального, постановка формы, опил – это вот такие навыки, которые должны быть просто вообще закрытыми глазами. Тебя ночью должны поднять, и ты должна просто ночью в темноте этот ноготь уметь красиво, идеально опилить. Понимаете? Вот. И я прям призываю мастеров, те, которые вот считают, что у них не идеальная пила, они где-то еще не дотягивают. А вот видите, что вот нечистая у вас архитектура, хочется, чтобы было гораздо идеальней, занимайтесь опилом, а прям оттренировывайте его, обучайтесь, проходите курсы, смотрите эфиры. То есть берите максимум информации, но вот этот навык, он должен быть у вас отточен обязательно. И неважно, моделируете вы гелем, наращиваете ли, как говорят, «О, я не наращиваю, я не делаю длинные ногти, мне не надо пилить». Надо, детка моя, надо, надо пилить, чтобы даже гирлаковые ногти были идеальными. Плюс, почему при гирлаке обязательно нужно уметь вычистить архитектуру. Например, овал и миндаль мы можем сделать без опила, в принципе, короткий, вообще не вопрос. Идеально сделать, покрыть и вообще ничего не надо пилить. Квадрат даже гирлаковый мы не сделаем никогда идеальным без опила. А потом квадрат мы можем, в принципе, выложить, что? Ну, в принципе, вот, как бы нормально. Но мы начнем покрывать, и вот эти все неровности, и они вылезут. Потом еще сверху покроем топом, и вообще такая «О, факт, что это вообще за бульбаши такие». Поэтому учитесь пилить, учитесь обязательно. Сегодня я вам покажу один ноготь. Мы смоделируем в классической гелевой системе, прям вот по классике. «Фон Гель Натурал», «Софт Пинк» или «Софт Ньют», и отпилим его, поговорим про отпил. И в конце обязательно вам дам скидку. Я обещала, девочки давно просили, дам скидку на курс «Скорость». В курсе «Скорость» все формы, в принципе, есть. Я все формы пилю по таймеру на 10 ногтях, и наращивание и коррекции есть. То есть это вот курс «Скорость», это тот курс, в котором вы можете посмотреть, вот как клиенту я бы делала. Вот я беру клиента, ставлю таймер и погнала. И там у меня наращивание, коррекция, запечатывание, укрепление, гель-лак совмещение с гелем запечатывания, твини-гель, коррекция на ногтях в хламе, и все не более чем за полтора часа. Ну вот это смысл такой, чтобы вы видели, как можно быстро делать, где можно сократить, и поняли, где вы лишнее время тратите, какие вы манипуляции лишние делаете. Сегодня на курс «Скорость» я вам дам скидку 30%, это очень много, за отметку меня в сторис. Вы вот прямо сейчас делаете скрин с экрана, либо потом любую публикацию мою, в общем, неважно что, пишете «Иду на курс «Скорость», «Иду на скорость Коколот», меня отмечаете, и я вам в ответ присылаю ссылку на курс со скидкой. Вот, вот, вот. Примерно раз в месяц я даю скидку на курс «Скорость», не чаще. И 20% дам на курсы, мини-курс моделирования с опилом, он вообще там стоит чисто символическую сумму какую-то. Если вы хотите отточить именно опил, сегодня можете его взять со скидкой 20%. Там что-то около 2000 всего на все. И на базовый курс «Комби Стайл» — это если прям вот вы понимаете, что у вас и с восстановкой формы плохо, и с моделированием архитектуры плохо, и с опилом плохо. Ну, то есть, понимаете, прям вот не нравится мне, как я работаю вообще. В принципе, я очень много трачу времени, я понимаю, что у меня там все не носится. «Комби Стайл» — это базовый курс. Сегодня тоже на нее дам скидку. Там и все виды коррекции, постановка формы, и все виды наращивания, и запечатывания, и опил всех форм. Ну, то есть, это прям вот базовый курс. И биохимия акрилатов там есть. Это вот прям база, база, база. То есть, вот три курса сегодня будет у вас на выбор. «Комби Стайл» — это базовый курс. Курс моделирования с опилом, мини-курс маленький, если это нужно прям вот точечно где-то свои знания доработать. И курс «Скорость». Курс «Скорость» — 30% за отметку меня в сторис. Ну что, поехали? Я сегодня буду работать чисто в классической гелевой системе. Так как я мастер скоростной, всегда была. Не знаю, может быть, сейчас, если меня выпустят салон, я уже так быстро не буду делать. Но вот на курсе «Скорость», когда я снимала курс, я так переживала. Думаю, блин, я два года мастером не работаю. Как я вот навык, скорость-то потеряла, наверное, уже. И вы знаете, я была удивлена, когда я начала снимать. Поставила камеру, поставила таймер. Вот у меня настолько срабатывает вот этот щелчок. Ну, то есть, мне кажется, через 10 лет меня посади, поставь мне таймер, включи камеру, и я начну вот так работать. То есть, когда у меня включился рядом таймер, когда у меня включилась камера, я автоматически, как будто у меня такой тумблер включили, и я пошла, вот как будто я и не бросала работать. То есть, вот настолько был точен навык, но это благодаря конкурсам. Вот, поэтому, если есть у вас возможность, участвуйте во всех конкурсах. Куда, где, ни попадя. Самое главное, это вот этот щелчок, который резко у вас включается, и вы ничего не видите, начинаете вот так пилить. Это очень-очень круто. Вот ради этого мы, собственно говоря, в конкурсы и идем с вами. Такс, сейчас отключим, что мы отключим? Мы отключим фильтр. Все, отключили фильтр. Берем наш ноготок. Смоделируем мы с вами сегодня. Вот он, четенький. Это у нас модель, наша девочка. Мы с ней работаем. Сохраню эфир обязательно. Мы с ней работаем каждый день. Делаем на ней для рекламы покрытия разные. То есть, она у нас сидит, сушится в лампе сутками. Вот смотрите, как у нее руки загорели. Белая рука, а вот здесь уже коричневая. Ну и кутикулка немножко уже такая. Я с ней постараюсь сегодня аккуратно. Поэтому не обессудьте состояние, но я ее, конечно же, доработаю после опила. Мы сегодня нарастим с вами салонный квадрат. Выполним моделирование с опилом в классической технике гелевой. Длину вот, в принципе, вот такую. Если ноготь нормальный, ни вниз, ни вверх растущий, можно вот такую вот длину свободного края оставить. Если ноготь растет сильно вниз у них агрифос, или сильно вверх трамплин, то свободный край мы убираем максимально коротко. Максимально коротко, чтобы обнулить вот этот крен. Так как у меня ноготь опиленный, я, в принципе, могу сейчас ничего не делать, но по технике мы снимаем блеск с ногтевой пластины, если она у вас не опилена. То есть если ноготь здоровый, еще на нем нет покрытия, то достаточно снять блеск шлифовочной пилкой 100 на 180. Так, я уже проходила под кутикулой каплевидное фрезуану. Вот еще раз для вас. На данном этапе мы обрабатываем кутикулу алмазной фрезой каплевидной. То есть поднимаем кутикулу, вычищаем ктериги. Это задача фрезы на данном этапе. Если мы выполняем моделирование без опила, это у нас овал, допустим, коротенький очень, или мы работаем в гель-лаковой технике, то мы маникюр можем выполнять сразу, сейчас полностью. То есть мы нанесем кутикул-ремовер, доработаем кусачками или ножничками, и все, и пойдем моделировать. Так как у нас будет моделирование с опилом, мы сейчас кутикулу полностью не дорабатываем, потому что, когда начнем пилить, можем вот эту уже обрезанную кутикулу травмировать. Поэтому маникюр-комби в данном случае у нас делится на два этапа. Фреза до моделирования и после опила уже режущий инструмент, ну или шарик, то есть неважно. То есть маникюр делится на две части. Поднятие кутикулы до моделирования, удаление кутикулы после. Обезжириваем евроклинсер. Даем обязательно хорошо ему испариться. Одна из причин от слоек – это недосохший обезжириватель, когда ноготок еще мокрый, а вы уже спешите наносить препараты. После того, как испарится обезжириватель, наносим нейлпреп. Нейлпреп – это дегидротант. Дополнительное обезжиривающее средство дополнительное обезжиривающее средство. Это еще не грунтовка, это не праймер, это всего-навсего более концентрированный, сильный обезжириватель. После нейлпреп наносим ультрабонт. Вот ультрабонт – это уже грунтовка. Ультрабонт уже имеет липкий слой, и его уже нужно наносить с отступом от кутикулы 1 мм. с отступом от кутикулы 1 мм в очень тонкий слой, без наслоения. Если вы ультрабонтом вот так будете возюкать, у вас образуется слишком жирная дисперсионная пленка, вследствие чего будет плохое присоединение следующего слоя, то есть базового. На данном этапе мы можем использовать в качестве базы, то есть первого слоя базового. То есть мы работаем по классической трехфазной системе. Вопрос, можно ли работать по однофазной, если взять монофаз? В принципе, можно. Можно его использовать и как базу, как подложку на форму, как моделирующий гель, и как финиш тоже, если монофаз, допустим. Ну, несу. Но это только в том случае, если ногти в идеальном состоянии, они очень крепкие, хорошие и то. Если клиент очень много будет возиться в воде, могут пойти отслойки, так как однофазный гель, он неполноценен. То есть в нем всего-навсего 20% адгезива и примерно 30% защитных слоев как свойств, как финиш. А базовый гель, он создан для того, чтобы его класть только первым слоем, это 100% адгезив. Вот представьте, если вы делаете в однофазной системе монофаз гелем или любым другим однофазником, то у вас 20% всего адгезива идет. А если вы используете в качестве первого слоя базу, то у вас 100% адгезива. Вот как вы думаете, что лучше? Что крепче, что надежнее? 20% всего адгезии или 100%. Можно использовать базу гель-лаковую, я сейчас именно ее и возьму. Если ногти у вас тонкие, поврежденные, влажные, используйте базу жидкую гель-лака. Можно использовать базу Superbond, это классическая гелевая база. Она показана для возрастных сухих ногтей. Для возрастных сухих ломких ногтей мы стараемся не использовать гель-лаковую базу, потому что гель-лак в принципе сушит ногти. Он вытягивает влагу из ногтевой пластины. То есть и возрастные, и так сухие ногти станут еще сушим. Сушим 30 секунд. Ой, девочки, вы посмотрите, что же у нас появилось. Формы новые. Черные, длинные. Смотрите, можно делать очень длинные ногти. Красивые. Вот даже вот здесь ушки, вот эти, по ним можно вырезы делать под валики. Просто идеальнейшие. Даже с разметкой, вот под миндаль. Ну красота же. Давно мы их ждали. Крутые формы. Если вы делаете короткие ногти, не слишком длинные, можно вот эту штуку убрать сразу, чтобы она вам не мешала. Все. Так как я делаю салонные ногти, я вот ее просто убираю. Они просто шикарные. Липнут. Просто я даже сейчас не знаю, как я в перчатках смогу. Ну просто же. Все продумано. Все продумано. Вот смотрите. Оп. И ушки уже вырезаны. Вы вообще такое видели? Угу. Крутяк. Так что давайте все на Эми Шоп разбирайте, пока они не кончились. Партия, между прочим, ограниченная. Так. Разрезаем. Видите, я даже... У нас те были формы, они очень липкие были. Эти еще круче. Где можно приобрести формы? В магазинах Эми или на эмишоп.ру Я выложу ссылку. Так. У меня квадрат. Смотрите. Я начинаю форму вверх чуть-чуть. Ни в коем случае не опускайте форму вниз при квадрате. Иначе эти ногти будут очень тонкие по стрессовой зоне. Они просто будут отпадать по зоне стыка. Я вырезаю вот здесь глубину. То есть вот эти вырезы. Почему мы вырезаем? Как вырезаем? То есть постановка формы это не менее важный навык. Даже, наверное, важнее, чем опил. Но это считается настолько базовым навыком, что даже не хочется сейчас на этом заострять внимание. Просто говорю, что на квадрат я форму приподнимаю. Кстати, в комби-стайл есть постановка формы на разные формы ногтевой пластины. Объясняется, почему подрезать, как подрезать, при какой ногтевой пластине, как ставить правильно форму. Черт, 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 черт. Не-не-не-не-не, не склеивайся. Ух ты, какая! Видели? Обязательно нижние ушки склеиваем стык в стык. Это очень важно. И если будет зазор вот здесь внизу, в ушках даже миллиметр, будет перекошенная арка. Вот если в салонных ногтях это не так уж важно, то в арках будет очень важно. Я в квадрате всегда вот так вот Делаю заломчик. Смотрите, у меня форма сразу становится трубочкой узко. Видите, она вот здесь торчит, а вот здесь она легла под ноготь. Эти заломы, кстати, они из арочного моделирования. Первое, что мы учимся делать в арочном моделировании, это делать эти заломы. Все. Форму поставили, капельку проверили. Есть. Все, видите? В салонном моделировании кончик формы на одном уровне с ногтевой пластиной. То есть есть вот здесь небольшой подъемчик, куда заложится толщина зоны стресса. Еще раз поджимаем. То есть форма должна стоять обязательно узко, под ногтем. То есть если у вас форма вот так вот широко стоит, все, это уже говорит о том, что у вас будет широкая подложка, плоский поперечный изгиб. Вы потом начнете пилить это все, спиливать. Ноготь, тихо, 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 ноготь в поперечном направлении будет плоский, то есть арочки не будет. Ну, поехали. Первый слой, подложку. Я все-таки в салонном моделировании очень люблю форм гель натурал. Вот цвет натуральной наклевой пластины достаточно жесткий, чтобы выдерживать нагрузку и самовыравнивается. Есть еще натурал композит. Он чем отличается от форм гель натурала? Тем, что он густой. То есть им можно делать запечатывание свободного края и можно наращивать. Что такое? Но он густоватый. Вот мне не нравится, что натурал композит не выравнивается. Я его очень люблю для запечатывания и для арочного моделирования, для длинных ногтей. Для салонного моделирования мне нравится форм гель натурал. Я лепесток сейчас не нашла. Лучше, конечно, на форме идеальнее выкладывать лепесточком. Ну, я думаю, переживем. Выкладываем капельку на стык. Снимаем остатки с кисти. И распределяем кончиком кисти гель по форме. Выравниваем в боковой линии. Ну, смотри, какая у нас длина будет. У меня будет примерно полторы единицы. Я учитываю то, что я подрезала. У меня сейчас двоечка. Если учитывать подрез, то это где-то полторы. Смотрите, что я делаю. Я когда выкладываю на форме, я сразу выкладываю и мягкую линию свободного края. И закругленные уголки. Видите? То есть ошибка еще одна при выкладке, очень часто встречающаяся, это когда вы хотите, допустим, у вас в итоге будет мягкий квадрат, а подложку вы выкладываете как четкий. И вот смотрите, вот только на перепил форм свободного края вы тратите в конечном итоге 10 минут своего драгоценнейшего времени. Тратьте лучше больше времени на выкладку подложки, на выкладку архитектуры, но потом вы будете тратить меньше времени на отпил. Научитесь идеально выкладывать, считайте, уже все, вы ускорились. Сушим. Выложили аккуратненько подложку, четко по форме, четко по длине. И если будет мягкий квадрат, сразу делаю мягкий квадрат, даже на подложке. После промежуточной акригеля можно длину нарастить? Конечно, можно. Эфир обязательно сохраню. Маша, скажи просто цену на форму. 350 рублей. Цена на форму 350 рублей. Сколько их там штук? 100. 100 штук. Смотрите, я просушила буквально 10 секунд, и если есть необходимость, я могу вот так ноготочками дожать гель на форме и подержать. И пока он остывает, он зажимается. Видите? Но в этом нет необходимости, если у вас узенький... Так, что-то я у меня тут... Вытерла я случайно, видимо. Угу. Сушим. И затем досушиваем окончательно минуту и моделируем архитектуру. Если я бы моделировала овал, то я бы сейчас сняла форму, опилила свободный край и смоделировала без опила. Но квадрат... Я знаю, что 100% не получится идеальный, четкий, красивый квадрат без опила. Поэтому я снимаю форму и моделирую архитектуру. Чем можно моделировать архитектуру? Чем лучше? Есть гель в банках, есть гель во флаконах. Это тот же самый классический жесткий гель, но в банке он гуще, во флаконе он жиже для удобства. Есть? Есть. Я люблю во флаконе. Быстрее, аккуратнее, удобнее. Если вам неудобно работать с жидкими гелями, как правило, начинающим мастерам не очень удобно, они еще не привыкли к этой выкладке, тогда работайте из банки. Soft Nude, Soft Pink и еще есть Monofas прозрачный, тоже во флакончике. Сейчас, девочки, я когда закончу, опилю, я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Чем отличаются? В Soft Pink он более бежевый, темненький. 350 рублей цена форм. В Soft Pink более розовый. Сняли? Кате сняли брекеты. Еще рано радоваться. Рано радоваться. Снимаем форму. Снимаем форму. Все. И моделируем архитектуру. Смотрите, у меня подложка уже. Вот это очень тоже важный момент. Нет ничего не важного в моделировании. Смотрите, вот у меня ширина ложа. И моя ширина подложки. То есть подложка уже. Уже, чем ширина ложа. Потому что у меня сверху еще будет выкладка материала. И вот здесь заложится еще полмиллиметра. Если я делаю широкую подложку, сверху кладу еще материал, и ногти у меня широкие. И вы потом пилить. Почему вы пилить очень долго? Потому что вы много выкладываете лишнего. А выкладывать нужно так, чтобы каждый последующий слой накапливал толщину и в итоге меньше пилить. Так. Я взяла Soft Nude. Ручки у нас загорели. Прокрываю. Я работаю вот с гелями из флакона по типу гель-лака. Прокрываю тонкий слой сначала. Затем набираю каплю. И моделирую. Спускаюсь вот сюда в боковые линии. Обязательно прокрываю их. Переворачиваю центром. Вы смотрите, в квадрате вот вы перевернули, сцентровали, и у вас, по сути, гель стек в центр с боковых линий. Поэтому вторым слоем мы обязательно проходим дополнительно ребра жесткости. То есть заполняем их материалов. Это база. Нет, это не база. Это жесткий классический гель. Скажите, эти гели в новой формуле, чем в прежней бутылочке? Нет, это гели точно в такой же формуле. Форму можно приобрести в магазинах Эми или на сайте emyshop.ru Эфир сказала уже, сохраню. Просушиваем. Смотрите, можно до конца не просушивать. Сейчас просушили промежуточно. Достаем и дублируем. Вот здесь боковые. Смотрите, по продольному изгибу мне не нужно ничего докладывать. Я докладываю только там, где мне нужно. Вот здесь, в боковых линиях. Иначе мне будет не хватать материала, и я не смогу сформировать ребро жесткости полноценное. То есть видите, как важно знать архитектуру. То есть если вы не знаете архитектуру искусственного ногтя, вы не понимаете, где вам нужно доложить, сколько вам нужно геля выложить и где его правильно. То есть вы просто выкладываете куда-нибудь. Ну, потом попилю. То есть важно знать архитектуру, чтобы не тратить много времени на лишнюю выкладку, на лишнее пил. То здесь все взаимосвязано. Начиная от постановки форм, заканчивая пилом и покрытием. Сама себе могу сделать? Наверное, можете. Я не знаю ваших способностей. Я могу. Сама себе. В смысле, если вы не мастер. Если мастер, то, конечно, сможет. Если не мастер, то нет. И теперь мы уже просушиваем окончательно. И сейчас приступим к пилу. Маш. Сколько времени в идеале вы должны тратить на пил при коррекции или наращивании? В идеале 15 минут. Если короткие ногти, обычные, салонные, от 15 до 20 минут, не больше. Если вы пилите полчаса, 40 минут, а то и часто, 100% у вас есть провалы в знаниях где-то. То есть либо вы лишнего выложили, либо вы неправильно поставили форму, и вы пытаетесь исправить эту форму. Либо вы сделали разную длину, и вы начинаете ее сравнивать, перепиливать. То есть нужно тоже учитывать длину при постановке даже формы выкладки свободного края. Либо вы не понимаете, как правильно вам опиливать, какие зоны, какая должна быть толщина ребра, толщина торца. И вы начинаете плавать в этом ногте, кидаясь из одной зоны в другую. Не понимаете, как правильно, грамотно и быстро опилить. Понимаете, вот если у вас все хорошо, то есть вам хватает знаний, то вы не можете просто пилить час. Каким бы вы ни были перфекционистом. Я тоже перфекционист. Мне вот когда начинают говорить, что я просто дотошная. Ну, я тоже дотошная. Я делаю идеальные ногти, я считаю. Но я пилю 20 минут, никак не час. Поэтому если пилите час, нужно разбираться. Садитесь и разбирайтесь. Пишите, записывайте этапы, где вы сколько тратите время. И вы вычислите, на каком этапе вы зависаете. В первую очередь, что мы делаем, это подпиливаем свободный край. У меня мягкий квадрат, поэтому я пилку подставляю под ноготь с наклоном 40-45 градусов. Если сквуовал, еще сильнее. Если более четкий квадрат, то выравниваю. Видите, вот наклон пилки под свободный край создает мягкость свободного края. Ни в коем случае не выставляем четко, перпендикулярно пилочку. Потому что в конечном итоге визуально будет казаться, что свободный край вогнутый. Затем боковые линии. От вроста до торца. Не воврост, от вроста, но четко параллельно боковой линии. Переворачиваем пилку, выставляем параллель. И сразу здесь же переходим на боковую поверхность. Пилка не гуляет, лежит четко, ровно. Отпилили боковую поверхность. И вот здесь сглаживаем. Раскручивая пилочку, сглаживаем к росту. Ваня, Ваня. Все, видите, вот эту зону, вот эту сторону мы уже отпилили, оставили ее. С другой стороны делаем то же самое. Не упираемся во врост. Переворачиваем. Выставляем боковую параллель. Все, уже, смотрите, уже у меня чистая форма. Ну, вот сейчас сверху. Здесь тоже отпиливаем боковую поверхность. Пилка не гуляет, лежит четко, ровно. Я не делаю мелких движений, то есть я не делаю вот так, как многие пилят. То есть я трачу только на это время. У меня протяжные четкие движения. Пилка ходит как в одну сторону, так и в другую. И вот здесь сглаживаем тоже к росту. Здесь уже пилочку раскручиваем, чтобы не перепилить толщину по вросту. Все, вот посмотрите. Вот уже у меня идеально четкая форма свободного края. Если я вот так еще сделаю несколько движений с одной стороны и с другой. Все, и считайте, у меня уже готов свободный край. Но я учитываю, учитывая то, что я правильно поставила форму, я выложила аккуратно подложку, четко, уже. Помните, я вам рассказывала? Я правильно смоделировала гелем архитектуру. То есть у меня уже, вот смотрите, у меня уже ровный продольный изгиб. То есть это все в конечном итоге влияет на скорость и на количество от пила. И затем я, смотрите, выкладывала у кутикулы очень аккуратно в ноль. Потому что у кутикулы материал должен сходить на нет. Зачем мне выкладывать там толщину, какие-то непонятные ступеньки, если в итоге у меня по кутикуле ноль должен быть? Согласны? Зону кутикулы я тоже опиливаю сразу целиком. Зона кутикулы у нас от точки апекса до самой кутикулы. И у меня видно сейчас по зонам. Я опилила боковые поверхности, зону кутикулы. И остается зона свободного края. Пилка на зоне свободного края лежит также полностью ровно. И я иду от точки апекса по свободному краю, контролирую толщину торца. Все, считай, готово. Смотрю, продольный изгиб. Если где-то здесь еще чуть-чуть поднять линию. Смотрю на продольный изгиб. Если где-то у меня есть неровности, просто несколько движений, я их выровняю. Еще раз проверяю толщину торца. Она должна быть равномерная. Если не равномерная, выровняла. Я практически... Вот у меня даже пыли на руках не осталось. Я только прошла по зонам и сняла блеск. И затем шлифуем. Смотрите, шлифовка тоже такой очень важный момент в моделировании. На что влияет? Вот бывает, говорят девочки, я начинаю покрывать гель-лаком, у меня гель-лак не ровно ложится, ложится буграми. Это 100% у вас не выглаженная, не идеально зашлифованная архитектура перед покрытием. Не зря на бафике, смотрите, две стороны. 100 и 180. То есть мы сначала шлифуем 100 и затем обязательно шлифуем стороной 80. Фу. После мягкой стороны у нас много становится очень гладкий, идеальный. И на такую гладкую, идеальную поверхность, конечно же, идеально будет ложиться свет. Все, и сейчас мы уже на этом этапе дорабатываем кутикулу и потом уже покрываем свет. Берем салфеточку, удаляем пыль. Чем черные формы лучше, чем белые? Девочки, я же вам рассказала и показала, чем они лучше. Во-первых, у них дополнительная длина для длинных ногтей. Во-вторых, у них вырезы есть, подушки. У них есть черточки эти под миндаль. Достаточно? Я думаю, да. Так, кутикул ремовер. В принципе, я кутикулу пилкой... Видите, почему не рекомендуется пилить? То есть убирать кутикулу до отпила. Видите, я пилкой попилила, у меня кутикулы практически не осталось. Маша, найдешь, пожалуйста, мне... Пожалуйста, пожалуйста, лкисткий снег. Сейчас сделаем френч, пусть у нас будет уже такой классический вариант. У меня кисть чуть-чуть сполимеризованная. Даже не сполимеризованная, а просто долго не работавшая. Я беру базу и вот ее вымываю. Вымываю, смачиваю волоски. Они тогда более эластичные. То есть если кисточка у вас долго лежит, и вы ей не работали, то есть сначала в ультрабонде можно ее вымочить, а потом в базе. Она станет снова такая мягенькая и эластичненькая. Так. Все. Действие кутикулы ремовера у нас закончилось. Берем опресиновую палочку. Вычищаем остатки птериги, пыли после отпила. Я не буду даже... Можно было бы доработать еще кусачками, прям если поискать. Но у нас... Нам с моделью еще работать сегодня, чтобы потом кутикулу ей не травмировать, ей не было неприятно, я не буду усердствовать. Тем более, что уже и так все хорошо. Все. Удалили. Остатки ненужные. Берем евроклинсер. Обезжириваем тщательно. Если у вас долгое было воздействие кутикул ремовера на кутикулу, можно перед покрытием нанести на кутикулу nail prep. А она поставила, нет? Нашла, нет? Есть? А ты стесняешься только от белого рафиного. А, он не пойдет. Пойдет? А где у нас альпийский смех? Так. Ладно. Будет у нас тогда черный френч. В принципе, неважно. Френч мы рисуем краской. Краской гелевой. Можно и гирлаком. В принципе, белый лотос или 0,30. Или 0,30, если это черный. Но краской удобнее. Краска тоньше ложится. Она более плотная. Ну, в принципе, если вам удобно гирлаком, пожалуйста, рисуйте гирлаком. Кисточкой тоже. Если вам удобно рисовать тонкой кисточкой, рисуйте тонкой. Мне очень удобно рисовать скошенным квадратом, потому что я считаю, это гораздо быстрее. Если научиться рисовать френч скошенным квадратом, вы поймете, насколько это быстро и просто. Если никогда не пробовали, прям вот попробуйте. Я сейчас рисую френч. Ну, чтобы вам не соврать, раз в три месяца, наверное, вот только на эфирах. А вообще, когда я работала мастером, многие не любят френч-мастера. Но у меня на это свое мнение. Я считаю, что мы обычно не любим, не то, что считаю, это так и есть. Мы обычно не любим делать то, что у нас плохо получается или что у нас занимает большое количество времени. Если мне, я умею красиво рисовать френч, и он у меня точен, я его умею рисовать быстро, то мне по барабану, что я буду рисовать, френч или я буду делать полное покрытие. И по времени, в принципе, это должно занимать одинаково. Что покрытие, что френч, по времени, в идеале, должно быть одинаково. Так, там мустик чуть выше. Первый слой выполнили. Обязательно прокрываем торцы. Прокрываем аккуратно, чтобы краска не попадала под свободный край. Не старайтесь краской нарисовать френч в один слой. Почему я вообще не люблю вот эти техники в один слой? Покрытие в один слой, френч в один слой. Потому что в итоге получается такое вот... Можно испортить архитектуру очень быстро даже просто френчем. Если пытаться в толстый слой в один слой выложить френч, то есть накрасить, нарисовать. И гель или краска или гель-лак, они начинают стекать вот так в боковые линии чуть-чуть. И сверху вы смотрите, а архитектура уже вот так вот раздулась. И кажется, что уже свободно... То есть френчем можно, в принципе, сделать красивые ногти, а френчем потом испортить все. Кстати, вот техника френча, выполнение параметра идеального френча есть в базовом, вот на комби-стайл, на который сегодня будет скидка 20%. Скидка будет на комби-стайл. Это базовый курс. Напоминаю, что в нем все виды наращивания, все виды форм, все виды опил всех видов форм, все виды коррекции, запечатывания, и покрытия, и комби-маникюр, и куча лекций. То есть это вот базовый, полноценный курс. Если есть пробелы в знаниях, берите. Если хотите отработать только опил, у вас проблемы только в опиле, сегодня также будет скидка на мини-курс моделирования с опилом. Но там есть лекция параметра архитектуры. И также сегодня 30% я вам дам на курс скорость, вы просили очень. Но 30% это за отметку меня в сториз. Отмечайте меня в сториз, пишите «Иду на курс Коколот», и я вам в ответ посылаю ссылку со скидкой. И еще я прикреплю обязательно в сториз ссылочку на покупку форм новых, ссылку на Amy Shop. Угу. 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 сушим так пока будет сушить я потом топом покрою выложу уже итоговый вариант stories у меня уже заканчивается время еще хочу ответить на вопрос или ладно уже покроем как финиша можем покрывать топ teclas топ гель ультрашайн маш посмотри пожалуйста на столе ультрашайн есть или финиш бриллиант гель финиш бриллиант гель это классический гель с липким слоем ультрашайн это жесткий топ без остаточной липкости и teclas это растворимый топ тоже без остаточной липкости для классики я рекомендую ультрашайн не прям он очень смотри пожалуйста там когда будет градиент какой градиент гир лаками тоже этой кистью удобно красьте цветом я опустила видимо что-то посоветовали матовый топ для светлых оттенков все матовые топ пачкаются на светлых оттенках просто матовые топы есть те которые очищаются легко и есть которые не очищаются вельвет топ гель он пачкается но он хорошо очищается просто обычным тоником для лица нет ни одного матового бархатистого топа не сатинового вот этого непонятно какого именно бархатистого топа который бы не пачкался я даже топу так переворачиваю чуть-чуть с центров его чтобы ни в коем случае топ не потек боковые линии многое не был толстым жирным все сушим окончательно дальше я отвечу на ваши вопросики что происходит вот все давайте вопросы посоветуйте матовый ответила у меня такая же рука ваша модель наполовину черная гирлаками тоже это кистью удобно можно или лаком но вы учитывайте что гирлаки они более жидкие не такие плотные гирлаками удобнее кистью от гирлака и потом подводить тонкой кистью я если на гирлаковых ногтях допустим не нужно french сделать гирлаком я кисточкой от гирлака вот так намечаю french и потом тонкой кистью дорожусь и так будет гораздо быстрее когда будет градиент какой градиент не мило ультра сайт самый шикарный эфир сохраню любой градиент нравится видя на них растут спасибо градиент у меня по-моему есть эфир по градиенту я уже даже не помню мне их столько ногти грызуна без наращивания чем укрепить грызуна без наращивания это так себе история грызуна без наращивания можно акригелем да потом базой не easy потом базы акригелем кончик и потом база гирлака вообще лучше конечно грызунам делать ногти на мультиформы между прочим у меня кстати есть урок по мультиформам есть актуальный stories у меня подарочки там есть бесплатный урок по мультиформам и тренировочные листы для тех кто не знает часто сколы сбоку в местах стыка геля или акригеля как быть сколы это неправильная постановка форм скорее всего там был зазор ступенька и из-за этого вышел скол если у вас ровная боковая линия при наращивании боковая линия искусственного ногтя свободного края продолжает боковую линию натуральной ногтевой пластины вас никогда не будет сколов если достаточно толщина ребра жесткости правильно поставленная форма правильно выпилена боковая линия сколов быть не может это где-то ошибка именно в технологию поэтому я говорю что если вы знаете видите что у вас есть не носятся трескается от колка отламываются причем допустим у всех свободный край это ошибки где-то недостатка знаний в архитектуре и эти знания нужно пополнять понимаете просто так они ниоткуда не возьмутся как нарастить ногти из свободного края вообще нет без верхних форм мультиформы мульти формы урок бесплатный у меня есть в актуальных stories подарочки это круто мультиформы это самая лучшая технология дра для грызунов не получается ставить форму без ступеньки под ногтем значит где-то зажимаете неправильно где-то берете неправильно не подрезали не наклонили то есть может быть абсолютно много при много-много причин вот так просто не скажешь что я эфир сохраняю напоминаю что сегодня скидки на аж на три курса скорость 30 процентов за отметку меня в stories и 20 процентов на мини курс моделирования сапир сапиром и на базовый курс комбистал все ссылочки будут в историях если вдруг не сможете найти ссылку пишите мне директ я вам прям пришлю спасибо вам за внимание надеюсь что был эфир полезен если был полезен вам понравилось пишите обязательно комментарии под этим постом я сейчас эфир выложу в ленту и пишите свои пожелания на будущие эфиры все всем пока хорошего дня классных лояльных вам клиентов